Когда и как можно отправляться за уловом, знают не все рыбаки. Браконьеров за период нереста поймали много. Из 75 по 20 случаям возбудили уголовное дело. Остальные получили штрафы, их тоже подняли. С такой инициативой в Госдуму вышли областные власти. С 19 мая браконьерам придется платить от 2 до 5 тысяч рублей. Хотя и эти меры останавливают далеко не все. Самое большое количество нарушений именно в этот период 40-дневный, 20 апреля по 10 июня. Рыба себя ведет неосторожно, подходит практически на самую-самую мелкоту. Можно руками поймать. Многие колющие орудия используют, остроги, глушат. Для законопослушных рыбаков сейчас самое благодатное время. Однако некоторые ограничения все-таки есть. В любых правилах есть исключения, касаются они и рыболовства. Например, сома пресноводного в Череповецком районе нельзя ловить с 5 июня по 5 июля. Именно в этот период сом не рестится. А вот на ловлю лосося озерного вообще действует полный запрет, потому что этот вид занесен в Красную книгу. Есть на Влагочине и такие места, где любой рыбак будет считаться браконьером. Полный запрет круглогодичный на ловлю рыбы действует в Ковжинском заливе Вашкинского района. Свои законы есть и для владельцев маломерных судов. Буквально неделю назад, 2 июня, вступил в силу новый регламент техосмотра. Раньше его проходили каждый год, теперь один раз в 5 лет. Напомним, проходить его нужно только тем судам, которые подлежат регистрации. Свыше 20 метров в длину, более 200 килограммов веса и с мотором свыше 11 лошадиных сил. О новых правилах судовладельцы уже наслышаны. Надо много бумаг составлять. Раз. И чего еще. И теперь каждый год проходили техосмотр. На 5 лет это техосмотр. В Череповецком районе зарегистрировано более 10 тысяч маломерных судов. Техосмотр специалисты ГИМС проводят и в городе Напарковой, и на лодочной станции Вихрь. Есть пункты в районах Мякса, Степаново. Контроль за состоянием маленьких и маломощных судов оставили на совести владельцев. Однако это не значит, что следить за ними на воде никто не будет. Выходить на судне исправно, без пробоин, чтобы, если судно жесткокорпусное, были воздушные ящики или блоки плавучести на судне, нормное снабжение, соответственно, рулевое устройство было исправно и сам двигатель. Плюс к этому не нарушать правила плавания по внутренним водным путям и соблюдать меры безопасности пассажиров, то есть тех людей, которые сидят за спиной судоводителя. Штрафы за отсутствие спасжилетов, нарушения правил движения не отменяли. Они касаются абсолютно всех. Будьте добры, ваши документы на право управления и документы на право собственности на судне. Вот здесь у машинки. Показываю, что это не значит. Да вот на воду, что это не значит. Поздравляю. Так, жилеты тоже все там? Жилеты есть. А что они надели? За эти нарушения владельцу судна выписали штраф – 800 рублей. Сумма немалая, но урок на будущее. Безопасность на воде – не шутки. За ревом мотора, волнами и ветром не надо забывать о правилах. За ревом мотора, волнами и ветром не надо забывать о правилах.